Всем привет, с вами Александр, это аниме One Piece, 35 серия. Продолжаем смотреть. Ах, в прошлой серии. Есть отчего прийти в общение. В кои-то веки появились ребята, которые ее приняли. Соратники. У меня всегда были проблемы с этим. Да. Вот и получается, что нами помогла мне убежать, когда сделала вид, что заколола меня. По-моему, у нее есть веская причина ликтаться с этими пиратами-рыбой людьми. Не вмешивайтесь в дела нашей деревни и оставьте нами в покое, ради ее же благополучия. Я расскажу вам, в чем дело. Не хочу. Меня не интересует ее прошлое. Ух, это куда? Гулять. Что с ней? Незвестное прошлое. Боительница Бэль Мэр. Ну, надо же. Кто бы подумал. Рассказки о корабле, что свалился с неба, оказались правдой. В любом случае, это непростые жители острова. Кто же к нам пожаловал? Что им нужно? О! Гляньте-ка, вон там! Он явно не из вешних. Да, это рыба-люти. Осторожно, Луфи. Игнорит. Такой беспаритный. Ходит мирно. Эй, постой! Эй, ты! А? Это ты мне? Кто такой? Я Уфи. Что ты делаешь на этом острове? А ты с какой целью интересуешься? Ну, ну да. А что это я? А, просто так. Ну, я Уфи. Да, он гуляет. Гуляй тебе. А? А? Гуляешь? Ну, удачной прогулке. А куда направляешься? Сам не знаю. Какой забавный паренек. Ну, еще же, кто он такой? Он так с ней удачу. Ну, да. Видимо, он на вас наплевать. Он с ней у вас. Хе-хе. Бель-мэр? Это она вырастила тебя, Янадь? Я не ошибся? Нет. С чего бы начать? Расскажи о Бель-мэре. Бель-мэр. Бель-мэр. Немного потерпеть, и все вернется. Деревняка Каяса и мандариновая ферма, и моя мечта. Угу. Ну, да. Натас. Да. Мне понадобилось 8 лет. Я уже плохого мнения о нами был. Вот бы почитать ту книжку. Ой, с тащил какой-то книгу. Кто-то вообще с детьми ведет. Ведет. Бель-мэр. Бель-мэр. Твоя бронячая кошка опять проказитет. Бель-мэр. Эй, что тут у нас за шум? А? С возвращением на меня. Привет. Ты погляди, уже который раз. Вся деревня о ней с удачей. Ну, и что тут страшного? Ты ведь тоже хоть раз в жизни достачил что-нибудь из магазина? Ты ее провоцируешь с таким отношением? Я пошутила. Я все поняла. А за книгу ты все равно заплатил, верно? Бель-мэр. Спасибо тебе. Сейчас у меня нет денег, но в следующий раз я расслаблюсь. С вашим родственниками. Как раз краснелся. А вот тебе как раз меняться не пристало. В следующий раз получишь 100 ударов по погоду. Ясно. Она еще где-то немножко была варенькой. Ну да, но здесь сценарий мне уже симпатизируют. Посмотрим. Посмотрим. Вот увидишь. Послушай, Бельмэ, ты в последнее время ничего не ешь. Я ем мандарины. Это такая модная диета. Я тоже не буду есть. Ты что? Ты же растешь. Дети должны хорошо питаться. Ты все время врешь. У нас нет денег, вот ты и отказываешь себе во всем, даже в еде. Правда? Ты живешь в проголодь, а мы с сестрой... Я на диете. Ученые высоко ценят омолаживающую силу мандаринов. Я сохранила такую сияющую и свежую кожу в свои 30 лет именно благодаря мандаринам. Зато у тебя руки желтые. Смотри, как только молчи. Смотри, Нами, твой наряд готов. Плачет кутюр, фирма Бельмэр. Опять обноски носика. Да ладно, Нами. Не ворчи, тебе пойдет. Это раньше был нелепо подсолнух. Ну да, и что с того? Ты младше меня на целых два года забыла? Возраст тут ни при чем. Я тоже хочу носить новую одежду. Между прочим, я тоже ношу старую. Ты моя младшая сестра, вот тебе и достаются мои вещи. И вовсе ты мне не сестра. Мы с тобой не родные сестры, понятно? Нами. Что ты тоже знаешь? Платаш. Платаш лишний. Бельмэр. Да, мы некровные родственники. Но чтоб я больше не слышала от тебя таких глупостей. Да? А почему? Бельмэр. Ты нам не настоящая мать. Тебе же было лучше, если бы ты нас не удочерила. Ела бы сколько влезет. Покупала бы себя всякие красивые вещи. Жила бы припевающей. Была бы свободной. Лучше бы меня подоградили. Что ты несешь нами? Какая же это идиотка. Ну ладно, она конечно же и ребенком была. Я тоже иногда говорю такие глупости, когда ссорился с родителями. Мамин! Вот так вот. Нами-нами. Как так можно? Не переживай. Бельмэр, мы трое. Одна семья. Она ведь тоже так думает. У нее просто вырвалась. Малышка с характером. А я вспылила как маленькая. Ты не приведешь меня домой. Я приготовлю вкуснящий ужин и буду вас ждать. Что-то будет! Ух! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ха-ха, ты пока не остыла. Бельмэр была бы счастливей, если бы нас на свете не было. Кто тебе так сказал? На двоих детей нужно много денег, а еще жители деревни недолюбливают ее змея. Ха-ха-ха, ты повзрослела. Да. Но я тоже иногда... Бельмэр в твоем возрасте тоже была известной на всю округу хулиганкой. Бельмэр хулиганка? По мнению соседей, она как была, так и осталась сорванцом. А? Когда она заявила, что пойдет во флот, все наши чуть не попадали от удивления. Во флот? Правда? Бельмэр была дозорной? Да. Она сказала, что никогда не простит пиратам убийство невинных людей и покинула нашу деревню. Котая женщина. Она уже пущалась жизнью, когда? Ну и пускай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Всем спасибо и всем пока-пока